всем большой привет и добро пожаловать на мой канал сегодня я хочу снять такое видео по запросам что необходимо новорожденному в первый месяц его жизни в принципе это видео наверное будет актуально месяцев до 6 пока ребенок не поползет и не сядет вот поэтому в принципе да если у вас ребеночек постарше или вы только ждете ребенка то вам это видео будет актуально сегодня я расскажу что именно пригодилась нам и чем именно мы пользуемся я разделила на несколько групп на то есть это такие крупные покупки и техника также одежда уходовые средства и прочее давайте начнем с вами с крупных покупок самое наверное такое необходимое это коляска коляска нужно обязательно да потому что ходить вы будете гулять по-любому с ребенком второе это кроватка либо люлька на первое время до 6 месяцев я бы лучше купила люльку на собственном опыте могу сказать что мы не пользуемся пока что ни тем ни другим алисе уже идет второй месяц поэтому в принципе я не вижу смысла покупать эти вещи новыми то есть нам вот кроватку отдала старшая сестра люльку мы купили бы у люлька у нас такая которая например стоит новой 10 тысяч мы купили за полторы бы уж ну так как она все равно у нас стоит и не не понадобилось нам мне хотя бы не обидно что мы потратили на нее кучу денег также что еще вам нужно будет для кроватки это матрасик желательно с натуральным наполнением плюс 2 комплекта постельного белья чтобы менять его бортики если вы считаете что они вам нужны я бы не советовала брать какие-то такие сильно наполненные бортики они будут занимать много мест в кровати я бы даже наверное сейчас вместо вот этих подушечек просто сделала такие знаете цельные бортики надеюсь конечно кроватка нам пригодится хотя бы попозже когда ребенок уже будет спать самостоятельно так и соответственно какое-то туда еще нужно одеялко если зима если нет то можно простым к укрыть в принципе следующая покупка которая нам была необходимой также если у вас есть автомобиль это автолюлька детская также очень удобно ее использовать помимо того что вы переводите ребенка в машине удобно ее брать с собой куда-то например вы идете там в торговый центр если на коляску неудобно брать либо например больницу тоже достаточно удобно взять автолюльку ребенка в не как в переноске просто переносите следующая необходимая покупка для нас она просто must have это видео няня вот я сейчас как раз сижу с ней в руках пока у меня ребенок спит смотрю там за ней это прямо для меня реально оказалось необходимо так как я во первых снимаю видео чтобы мне закрыться в комнате и не бегать постоянно не смотреть что он там делает я вот вижу она сейчас у меня там спит развалившись на кровати она реагирует на каждый звук и на каждое движение поэтому вы иногда можете слышать как она пищит вот можно также купить радио няню чтобы просто слушать звуки но видео конечно сейчас это удобнее следующая тоже необходимая покупка на мой взгляд это ванночка для ребенка и термометр ванночку чтобы смотреть какая температура некоторые конечно привыкли локтем измерять но я считаю что проще термометр купить за 100 рублей в аптеке и знать уж точно потому что ребеночку нужно упать при температуре 37 градусов вот и ванночку у нас она уже с горкой ванночка но если честно иногда хочется чтобы ребенок там купался поэтому не знаю даже плюс это или минус вот иногда она в общем мешает нам эта горка может быть стоило бы обычную купить ванночку дальше то что я считаю тоже необходимо для такого новорожденного малыша это пеленальный комод вот он у меня за спиной с пеленальной доской на него нужно купить матрасик и еще у меня есть контейнер я ставлю фотографию контейнер очень удобно для использования все под рукой ничего никуда не нужно лезть кому тоже удобно у нас там хранятся все вещи дочки комфортно максимально все доставать пользоваться им и мне очень в принципе нравится на нем пеленать я это делаю регулярно даже ночью я встаю из другой комнаты иду сюда потому что мне это удобнее намного чем там на диване на кровати скорчившись как-то все делать вот поэтому я считаю это прям маст хэв для мамочки чтобы не сорвать спину пеленальный комодик также еще нужно обязательно если вы ночь встаете чтобы ребенок не просыпался нужно купить ночничок у нас напротив стоит лампа она такая тусклая я включаю она как торшер у нас и очень комфортно ребенок так в полудреме у меня подгузник и сама тоже еще не просыпаюсь вот ночник это тоже такой обязательный пункт в покупке для новорожденного и еще два пункта это увлажнитель особенно если у вас ребеночка родился зимой то нужно сразу купить увлажнитель воздуха потому что то определенные параметры температуры и влажности должны поддерживаться в комнате чтобы ребенку было комфортно также еще незаменимой вещи это термометр и гигрометр два в одном соль тут видео няня вот чтобы смотреть какая собственно температуры какая влажность на некоторых увлажнителях сразу показывается и то и другое вот так что увлажнитель это прямо необходимо но потом в принципе нас у вас ребенок подрастет даже если у нас не зимой родилась вам все равно придется покупать к зиме следующий пункт который я хотела бы рассмотреть это одежда для малыша смотрите на своем опыте я не покупала практически одежду мне все отдала старшая сестра но у нее были только бодики и бодики с длинным рукавом с коротким и длинным потому что у нее ребенок родился летом но так как мы родились зимой дома у нас температура где-то 22 градуса как у которой комфортно для ребенка мы надеваем на него только слипы поэтому мне пришлось покупать их я купила у меня пять комплектов каждого размера но сейчас у меня 56 потому что мы носим 56 и также я закупила пять комплектов 62 потому что нам 56 уже становится маловато мы в нем вот проходили получается полтора месяца через полтора месяца уже будем на 62 переходить размер почему я купила пять можно на самом деле меньше но нужно чаще стирать то есть у меня например копится 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 и где-то через четыре-три дня я только стираю то есть у меня нет ежедневной стирки из-за того что мне не хватает комплектов вот пять комплектов для меня это максимально удобно но если у вас например ребенок родился летом то соответственно это будет пять где-то шесть бодиков потому что летом наверняка в воде ходить комфортнее дальше тоже необходимо это носочки у меня также 56 пар чтобы соответственно тоже не стирать каждый день чтобы стирать там раз в три-четыре дня одна шапочка этого будет достаточно потому что шапочку надеваем только после ванны и один чепчик мы его надеваем под зимний комбинезон и отсюда вытекает соответственно зимняя одежда если у вас ребеночек осенний весенний зимний то есть это теплый флисовый слипик должен быть у вас плюс комбинезон конверт в общем все зависит от сезона в который родился ваш ребенок у нас это из теплый слип есть и комбинезон зимний точнее нас комбинезон теме сезона и и зимний конверт теплый вот так я одеваю ребенка на улицу и соответственно теплая шапка и шарфик чтобы завязать горлышко и под шапку я еще надевают чепчик в принципе из одежды это все лично для меня ничего больше не нужно если вам нравится например распашонки и полозунки то да тогда покупаете это но я честно кроме слипов никакой одежду больше не признаю это удобно ты одел ребенка ничего нигде не задирается все это комфортно и переодеть удобно расстегнул вниз все переодел комфортно в общем для меня это самая максимально комфортно удобная одежда летом это будут боди далее следующий пункт который я хотела бы рассмотреть это уход за малышом самое наверное необходимое это будут одноразовые подгузники либо если вы планируете высаживать ребенка то это могут быть какие-то трусики наверное или если вы хотите многоразовыми пользоваться то многоразовыми соответственно какое-то нижнее белье для ребенка также наверное нужен крем под подгузник мы слава богу им пока не пользуемся так как у нас раздражение нет но купить я думаю его нужно чтобы если что быстренько все подмазать многие хвалят бепантен крем далее тоже необходимо одноразовые пеленочки для переодевания где-то подстелить чтобы ребенок лежал по голопотам например либо вы можете обычно конечно пеленки стелить но мне комфортно одноразовые и влажные салфетки тоже где-то что-то вытереть там сыргнул ребенок либо даже если он не покакал а просто подписывал можно его салфетками вытереть хотя я всегда подмываю так что салфетки конечно это мастхэв для новорожденного ребеночка я покупаю сразу много салфеток дальше обязательно пригодится наверняка детский крем у нас есть несколько детских кремов то есть где-то там что-то кожа шелушится где-то какие-то корочки тоже их подмазать ну детский крем в общем принципе понятно для чего он нужен и еще необходимая покупка это назальный аспиратор это сопли отсос можно сказать тоже я им пользуюсь каждый день то есть регулярно утром на ежедневных вот таких гигиенических утренних процедурах также я себе записала ушные палочки с ограничителем но если честно я использую обычные палочки я не лезу глубоко в ухо я так знаете вокруг просто ушка прочищаю внутрь туда ничего не заталкиваю мне удобнее почему-то обычными палочками но какие-то нужно купить еще знаю бывают такие тоненькие-тоненькие мини палочки может быть комфортно будет ими вам пользоваться для подмывания ребеночка нужно купить детское мыло и для купания также какую-то пенку либо шампунь и еще два пункта в уходе это ножнички для ребенка чтобы подрезать ему ноготочки они растут очень быстро есть такие детские специальные ножницы но если честно ими мне вообще неудобно стричь я просто купила обычные маникюрные ножницы чтобы отдельно были у ребенка и все этими ножницами намного комфортнее постричь ребенку ногти потому что я не знаю как вы умудряетесь если честно стоить детскими специальными и последнее что тоже пригодится для новорожденного вот первые деньки это перекиси баниацин именно так и обрабатываю пупок знаю есть много разных способов кто-то зеленкой обрабатывает вот кто-то вообще не обрабатывает мы обрабатывали сначала я капала перекись потом промахивала это все насухо и баниацин у меня пупок зажил буквально за два или даже за один день и последний такой большой пункт это прочее я назвала это так туда я что отнесла пеленки пеленки я взяла две-три муслиновые и две-три обычные хэбэшные пеленки они в принципе везде всегда пригодятся укрыть малыша положить на что-то купать пеленки в общем пеленки это незаменимая вещь но много я не набирала вот у меня всего четыре у меня муслиновых и и обычные хэбэшные пеленочки также необходимая лично для меня покупка это кокон такой знаете гнездышко для новорожденных очень удобно где-то что-то положить ребеночка чтобы он не вывалился из стороны в сторону то есть он такой такие бортики имеет я фотографию вставлю вам чтобы вы посмотрели для меня это прямо реально моттхэв он меня выручает то есть что положила ребенка пошла поела пошла убралась если он спокойно конечно у вас лежит дальше для купания тоже понадобится полотенца с таким капюшончиком чтобы сразу закрыть ушки мы если честно этим капюшончиком не пользуемся мы просто сразу шапочку надеваем на пять минут и потом мы ее в принципе снимаем также возможно вам понадобится какой-то пледик особенно если вы родились в холодное время года мы плед используем постоянно где-то укрыть где-то замотать в общем пледик это незаменимая вещь он мягенький теплый ребеночку нас очень любит также еще я сюда написала слинг для мам которые например постоянно одни дома сидят с ребенком кому не помогают слинг это тоже будет незаменимая вещь если ребенок капризничает целый день не дает вам сходить в туалет покушать то это будет для вас просто супер незаменимая вещь это очень удобно я купила себе слинга майку чтобы не наматывать этот слинг надел надел точнее майку засунул ребенка и все очень удобно ну конечно долго в таком слинге ходить нельзя я показывала в одном из блоков можете посмотреть постараюсь вам прикрепить подсказку также вам может пригодиться молокоотсос мне если честно он особо не пригодился почему-то я не могу сцеживать молоко именно молокоотсосом я это делаю вручную у меня вот какая-то такая особенность почему-то именно молокоотсос у меня не получается если вы собираете делать например банк молока замораживать чтобы у вас всегда было молочко то вам еще понадобится кстати бутылочка чтобы это молочком можно было ребенку дать либо со шприца некоторые кормят вот но мне вот этот молокоотсос он у меня есть от старшей сестры но мне он не пригодился то есть я все делаю вручную мне так почему-то гораздо удобнее еще один пункт который мне лично пригодился это соска пустышка для ребенка у меня алиса взяла пустышку от avent ромашку мы не пробовали обычную сори видео няня вот поэтому ее я использую стараюсь использовать в крайних случаях чтобы не портился захват груди потом в будущем так что только мы ее в таких знаете случаях когда прям без соски никуда на улицу например когда она кричит одеваться либо когда мы куда-то идем соску я обязательно беру и когда иногда засыпает она ну хотя я стараюсь и додавать грудь чтобы она соответственно опять же не портил захват груди и еще два необходимых пункта это порошок и кондиционер для малыша то есть детский я знаю что многие используют обычные порошки и не парятся ну я использую детский порошок и купила детский кондиционер от синергетик ну вот как-то так в принципе это весь мой список это все что пригодилось нам в первый месяц жизни возможно даже что-то было лишнее возможно что-то нужно добавить пишите в комментариях какие-то там качельки есть разные шезлонги да если вам это нужно вы можете себе это покупать либо как вот мне многие советовали брать на прокат у нас колонне к сожалению проката нету поэтому мы не стали такие всякие качельки покупать и шезлонги возможно дальше они нам понадобятся просто нас алиса может и в коконе спокойно полежать одна поэтому я решила что мы покупать это все не будем а так много всяких разных гаджетов существует для малыша и мамы для того чтобы им комфортно было пишите в комментариях что вы добавили бы в мой список или что вы убрали бы чем вы не пользовались а я надеюсь что это видео было для вас интересным было для вас самое главное полезным подписывайтесь если чего не подписаны на меня и до скорых встреч а